Югорским сердцам помогут оптимайзеры. Устройство для модуляции сердечной деятельности имплантировали двоим жителям округа. Они стали первыми пациентами в Тюменской области, у которых появился шанс на улучшение качества жизни. С диагнозом хроническая сердечная недостаточность в кардиодиспансере Сургута теперь борются с помощью новых технологий. О том, как работают оптимайзеры, в сюжете моих коллег. Этот конец сердца, этот конец к аппарату подсоединяется. Вот так просто в двух словах Илья Силин, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца, объясняет, как имплантировать оптимайзер. И сама операция по внедрению нового аппарата, говорит врач, для него тоже дело несложное. Похожих девайсов типа кардиостимулятора он установил уже сотни, но оптимайзер отличается функционалом действия. Смысл работы оптимайзера заключается в том, что нанося электрический импульс в сердечную мышцу с высокой амплитудой, то есть высокого тока, в последующем со времени происходит восстановление функции сердечной мышцы. То есть улучшается качество жизни пациентов. Инновационное оборудование было зарегистрировано в России в прошлом году. Первые две квоты на имплантацию оптимайзеров во всей Тюменской области достались именно сургутскому кардиодиспансеру. Югорские медики оказались самыми подготовленными к эксплуатации нового оборудования. Вызов, брошенный хронической сердечной недостаточностью современной медицине, они приняли еще в 2019 году. Тогда же начали и борьбу с ней. Давно занимаемся сердечной недостаточностью. Прошли уже все этапы и готовы к тому, чтобы, во-первых, не только имплантировать это устройство, но здесь очень главное отобрать именно тех пациентов, которому это устройство показано. Поэтому мы в 2022 году впервые имплантировали это устройство оптимайзер. Выглядит оптимайзер примерно так же, как и этот кардиовертер-дефибриллятор. Его основная часть вшивается под кожу под ключицей, а непосредственно в сердце имплантируется два электрода. Заряжается оптимайзер беспроводной зарядкой раз в неделю. Сам же девайс остается с пациентом навсегда. Мы старались выбрать относительно молодых пациентов, то есть в пределах 50 лет, работоспособные, чтобы попытаться помочь, улучшить качество жизни и вернуть, скажем так, трудоспособность. Уже в следующем году сургутский кардиодиспансер намерен добиться еще четырех квот на имплантацию оптимайзера. В два раза больше, чем в этом. При этом нужны подходящие пациенты с незапущенной степенью хронической сердечной недостаточности, вовремя обратившиеся за медицинской помощью. Врачи уверены, что в скором времени они смогут обеспечить этими устройствами всех нуждающихся в них югорчан.